Всем снова привет! Это программа Learn Music, как всегда на телеканале О2 в воскресенье в 7 часов вечера в прямом эфире. Меня зовут Владимир Родионов и сегодня наша тема это удивительные шоу, которые мы тут пытаемся организовать все вместе в России. И несколько вопросов от телезрителей поступило. Я напоминаю, что лучший вопрос, который выберут мои гости, получит приз. Это гитарный тюнер от фирмы Fly, предоставленный нашим генеральным спонсором фирмой Dinaton. Прекрасный тюнер. И еще, кстати, два вопроса поступило. Андрей из Уфы спрашивает, где купить Air Guitar? Мы уже немножко касались этой темы, ну что посоветовать человеку? В интернет-магазине обязательно. В интернет-магазине, я думаю, в любом можно купить. Но мы уже выяснили, что это очень простой в освоении инструмент, требующий минимум техники, но максимум харизмы. А, кстати, мы повесили прошлогоднего чемпиона Air Guitar в Hard Rock Cafe на прошлой неделе. Это было именно то Air Guitar, которое он использовал в Финляндии во время чемпионата, поэтому… То есть легендарный инструмент, да. Все тебя могут посмотреть в Hard Rock Cafe. Можно приехать в Hard Rock. Оказываете ли вы со своими артистами услуги музыкальным коллективам? К Василию вопрос. Артисты твоих шоу участвуют в выступлениях рок-групп? Ну, естественно, да. Это «Масленица» у нас была, где как раз выступали две группы «Эста Монгол Шоу Дан». Использовали мы фаер-шоу, работали мои артисты. И во время исполнения барабанного соло, в исполнении Алексея Быкова, значит, группа «Монгол Шоу Дан» тоже зрители могли наслаждаться одновременно и мастерским исполнением, значит, барабанщика и одновременно работой фаерщика. — Скажи, а с какими проблемами может столкнуться артист на разных площадках, связанных с организацией подобного шоу? Вот я слышал, что, например, пожарная служба иногда запрещает что-то жечь. — На самом деле больше пугается, допустим, администрация некоторых клубов, ссылаясь на то, что там клубы горят. На самом деле ни одного клуба еще не сгорело по вине фаерщика, а горят по вине барменов неуклюжих. Вот это шоу неуклюжих барменов. — А, кстати, клуб «Дягилев» сгорел, знаешь, это не из-за этого? — Нет, это бармены сожгли. Спасибо барменам. — Плохое фаершоу, говорят, было. — Я хотел добавить, что ни один клуб не сгорел, а из AR-гитаристов тоже, поэтому... — И ни один усилитель не перегорел? — Ни один, ни один. — И ни один палец не получил мозоль. — Ни один палец не получил мозоль. — Ну а сейчас мы посмотрим еще небольшое видео, которое Василий потом прокомментирует. Это будет «Фрик Гоу Гоу» или что-то типа того, да? — Да. — Это еще не самое жесткое видео, которое нас сегодня ожидает. Василий, расскажи вкратце, что это за отдельный жанр шоу «Фрик Гоу Гоу», чем отличается от обычного «Гоу Гоу». — Скажем, одно из самых модных направлений, потому что здесь артисты могут показать мастерское исполнение танца, допустим, какого-то, но еще и обыграть костюм, который, значит, исполнитель сам продумывает для себя и шьет на заказ или шьет сам. В общем, это гораздо интереснее. А потом существует ряд тематических вечеринок, которые требуют, соответственно, тематических костюмов. Вот это не просто, когда выходят девочки и там в топах, скажем, и в шортах, что-то там танцуют в стаканах. Это гораздо интереснее, разнообразнее, наверное, так. Я даже не знаю, что сказать. Тут вот ты видел, что двоих сейчас просто вынесли из зала во время просмотра. Как ты пришел к такому виду шоу? Насколько это опасно? Да, наверное, все хотят спросить, кто не знает, как это делается. Насколько это опасно для здоровья? Какая требуется подготовка? И, кстати, я знаю, тут твои парни в зале, как раз участники подобного шоу. Сейчас как раз представлю своих ребят. Сейчас скажу два слова сначала. То, что мы сейчас здесь видели, это отчасти ноу-хау. То, что мы стали использовать не просто, допустим, отдельную дисциплину какую-то, допустим, подвесцы или там. А здесь, допустим, мы могли видеть и плей-пирсинг, и пулинг, и суспеншин как бы в одном блоке представленный. Это гораздо интереснее смотрится, разнообразнее. Больно ли это? И сколько нужно на подготовку, чтобы прийти в такую форму? На самом деле это все очень сугубо индивидуально. То есть, в принципе, по своим впечатлениям, как человек, который уже через это все прошел, это не больно. То есть это не больно, это морально больно. Надо просто выгнаться с мыслью, что когда ты висишь, основная боль находится в голове. То есть ты думаешь, что это больно, поэтому тебе больно. То есть победить воображаемую боль в голове. Да, это главное. И открываются совершенно бесконечные перспективы. Но у нас остается все меньше времени. Я хотел бы все-таки, чтобы наши гости, я им передаю бумажки с нашими вопросами от телезрителей, все-таки выбрали сейчас по-быстрому лучший вопрос. Победителю мы выдаем традиционный наш приз от Динатон, нашего генерального спонсора. Это гитарный тюнер Fly. Ну, какой вопрос нам больше всего нравится? Мне понравилось, когда этот бухгалтер позвонил, спрашивал расходы и стоимости, чтобы… или, может быть, это конкурент, который пытается оценить стоимость. Садо Мазо, бухгалтер. Какое из шоу Василия было с точки зрения затрат самым минимальным? Жмот шоу. Да, точно. Мне просто интересно. Человек смотрит и говорит, сколько же это стоит? Больно ли это, а сколько это стоит? Это Олег из Перми. Он получает гитарный тюнер от фирмы Fly, предоставленный нашим генеральным спонсором Динатон. И сейчас я бы все-таки хотел еще раз призвать наших зрителей в студии. Может быть, у кого-то появились какие-то вопросы к нашим гостям. Меня зовут Мария. Вопрос у меня ко всем нашим гостям. Ваши фестивали и мероприятия неформатные. Имеете ли вы какую-то поддержку от средств массовой информации, от спонсоров, какие-то партнеры? Легко ли вам популяризировать, скажем так, ваше творчество или искусство? Ну, в случае, допустим… И вот, кстати, у меня вопрос еще к Василию сразу. Участвует ли группа «Монгол Шоу Дан» в таких садо-мазо-пати, фрик-шоу? 2-го числа в городе Коломна проходила тату-конвенция ночного клуба, мотоклуба «Найт Вульф», где мы работали вместе в одном отделении, скажем, с «Монгол Шоу Дан». Естественно, мы никого не подвешили во время работы музыкантов, но это работали, скажем, в одном блоке. То есть мы видим, что различные виды шоу, различные виды массовых представлений проникают одна в другую, все развивается, все новые виды появляются в России, проходят чемпионаты по удивительным видам спорта, по удивительным шоу. Я еще раз напоминаю, кто у нас сегодня был в гостях. Это был Алекс Шифрин, а также Ольга Владимирская, организатор международного чемпионата по Air Guitar, а также у нас был сегодня Василий Захаров, организатор разных удивительных шоу. Мы с вами прощаемся. Это была программа Learn Music на телеканале О2. Меня зовут Владимир Родионов. Мы снова встретимся с вами в 7 часов вечера в воскресенье на этом телеканале, обсудим другие удивительные и уникальные вещи. А я напоследок еще один номер от «Фрауди». А ну а ну нинь, Ау Joselle Олю, нинь, Н 어느 к Это морей твои, нам остается тепло, на баш episodes от〇+, чтобыします много приходи, кто к вам сейчас starred». А ну а ну а. Субтитры сделал DimaTorzok